Новое десятилетие, живем уже по новым законам. А их так много, вступивших в силу с 1 января, что нам срочно понадобился юрист в студию. Ну, чтобы четко разобраться, что изменилось с госномерами, трудовыми книжками, жильем и работой. Разберемся сразу, но после сюжета. В 2020-м РОД составит 12 130 рублей. Пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%, а материнский капитал на 3,8%. Молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, смогут претендовать на дополнительные выплаты. А в Ленинградской области родители, чьим малышам не достались места в муниципальных детских садах, будут получать компенсации в размере 9,5 тысяч рублей в месяц. Выплаты положены семьям, где доход ниже среднего по региону. С 1 января вводится обязательная маркировка для всех лекарств. Эксперты уверяют, что риск купить подделку будет сведен к нулю. Да и понятие дефицит вполне может выйти из оборота. Так сами производители получат возможность контролировать спрос на препараты, а значит регулировать их выпуск. Кстати, список жизненно необходимых лекарств в текущем году увеличится. Его пополнят еще 24 наименования. В 2020-м также вступит в силу закон о премиях врачам за раннее выявление рака во время диспансеризации. С 1 января россияне могут получать льготную ипотеку на строительство или приобретение жилого дома, но только на селе. Ставка по кредиту 3% годовых, срок не более 25 лет. Размер займа по России до 3 миллионов рублей, а для Ленинградской области до 5 миллионов. Сделки, связанные с недвижимостью, в этом году вообще станут более безопасными. К примеру, покупатели, которые не знали о прошлом недвижимости и лишились ее по решению суда, получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости. С этого года россияне смогут выбирать, какую трудовую книжку им удобнее иметь, электронную или простую бумажную. Кроме того, в России расширяется эксперимент по самозанятым. Льготные налоговые ставки для этой категории предпринимателей начнут действовать в 19 регионах страны, в том числе и в Ленинградской области. Самозанятым предлагается выйти из тени и платить специальный налог в размере 4% на продажу товаров и услуг физлицам и 6% юрлицам. При этом от НДФЛ самозанятые освобождены. Нововведения ждут и автолюбители. Минпромторг возобновляет популярные программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Минимальный размер страховой выплаты по ДТП за вред здоровью увеличится в 4 раза с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Ужесточается наказание за ДТП в пьяном виде от 5 до 15 лет. Зарегистрировать новый автомобиль, а также получить госномер можно теперь прямо в салоне. ФАС установила стоимость такой услуги в размере 500 рублей. Итак, в студии 1 сейчас будет юридический ликбез по новым законам. Со мной в гостях здесь Сергей Пирогов, юрист, эксперт. И, собственно, все вопросы будут сейчас лично вам. Вы знаете, меня действительно поразило очень много новых законов. Я насчитала 10 нововведений с 1 января, которые вступили в силу. Может быть, вы больше? Ну, их на самом деле намного больше. Это те, о которых активно говорят, обсуждают, наиболее значимые, наверное. На самом деле, каждый год у нас начинается примерно так. С 1 января любимая дата, когда вступают в изменения. Кажется, законодатели шли на рекорд в этот раз. Ну, очень много, скажем, общественно значимых таких изменений, касающихся большого количества людей. С этим я соглашусь, да. Так, давайте тогда, наверное, чтобы нам успеть, пройдемся по самым главным нововведениям. Тем более, что действительно ряд из них существенные и вызывают вопросы. Мне кажется, что самый актуальный вопрос – это закон о самозанятых, который в России начинает действовать, уже, точнее, действует с этого года. В 19 регионах он принят, в том числе в Венинградской области. Все, что я понимаю, да, что теперь те, кто, не знаю, через Инстаграм и прочие социальные сети радостно продавали свои милые поделки, могут также радостно пойти официально зарегистрировать свою трудовую деятельность по упрощенной системе. В общем-то и все. Нюансы здесь какие? Расскажите подробнее. В этой связи хотел бы сказать, вот с 1 января изменяется единственное что – количество регионов. Было небольшое совсем количество, где проводился эксперимент, сейчас расширили. Более того, на сайте Минфина сейчас появилось разъяснение о том, что с 1 июля собираются на всю страну распространить. Все-таки коснется каждого. Да. Давайте вот с этим для начала разберемся. Самозанятые. Вот я и хотел сказать, давайте разберемся изначально, даже не с изменениями. Мне бы хотелось, чтобы каждый, кто нас сейчас смотрит, понял, что это такое. Самозанятые – не отдельный человек. Самозанятые – это специальный налоговый режим, который могут применять и физические лица, действительно, которые сейчас находятся в тени, и индивидуальные предприниматели, которые официально и сейчас ведут свою деятельность. Это просто возможность перейти на другой упрощенный порядок налогообложения. А для физических лиц, да, это возможность выйти из тени. Ну, то есть, давайте теперь по полочкам. Для юридических лиц теперь это возможность упростить систему налогообложения, там 6%, да? Для индивидуальных предпринимателей это возможность упрощения. Для физических лиц это возможность выйти из тени. Это первое, что бы я хотел сказать. Второе, что не нужно нигде регистрироваться. Что самое прекрасное, на мой взгляд, вообще ничего не нужно делать. То есть, установите программу себе на телефон, вводите свои данные, нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться», и вам прилетает электронное уведомление. Все. О том, что вы должны теперь платить налоги. На этом вся регистрация закончилась. Вы проходили эту процедуру лично, кажется? Я сам ее лично прошел, поставил эксперимент на самом себе. Расскажите теперь подробнее, мы на вашем примере поймем. Да, я являюсь индивидуальным предпринимателем уже долгое время и находился на упрощенной системе налогообложений. Значит, я установил себе эту программу, ввел свои данные, указал регион на осуществление своей деятельности, Санкт-Петербург, как теперь можно. И, собственно, после этого нажал «Зарегистрироваться», после чего мне пришло уведомление из моей инспекции о том, что я зарегистрирован теперь в качестве плательщика налога именно как самозанятый. Дальше у меня появился интерфейс, очень простой, куда, как на калькуляторе, вы вводите сумму, полученную от клиента, либо от продажи товара, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. И ежемесячно мне будет приходить квитанция, причем прислали какая именно, в соответствии с которой я как за квартиру, коммунальные платежи, там я должен заплатить налоги. Вы должны теперь вводить данные о каждой сделке? Да. Абсолютно о каждой. Не раз в месяц, а вот каждый раз. Я могу это сделать каждый раз, могу сделать раз в месяц, неважно. Я должен занести все приходы, которые у меня были, всю свою выручку. А программка от налоговой? Да. То есть это не сайт госуслуги, да, популярность? Нет, это отдельная программа, специально созданная налоговой инспекцией. А зачем вы это сделали? Вот для себя. Я сделал это из профессионального интереса, во-первых. Во-вторых, это действительно упрощает мне жизнь. Мне не нужно сдавать никакие декларации, даже раз в год. Мне не нужно платить страховые взносы, как индивидуальный предприниматель. Да, извините, это больше 30 тысяч в год, вне зависимости от того, сколько я заработал. Да, это существенно упрощает мою жизнь и в определенной степени удешевляет ее. Хорошо, это если вы и так индивидуальный предприниматель. А как, на ваш взгляд, юристы, в первую очередь, да, сейчас должны отнестись к этому закону просто физические лица, которые, ну, например, через Инстаграм, не знаю, глиняные какие-то чашечки продавали? Знаете, я искренне считаю, что это прекрасная возможность действительно выйти из тени. Вот как бы это, может, там пафосно не звучало, да, но вот с одной стороны, мы все гораздо говорите, какое у нас плохое государство, но при этом налоги платить мы не очень-то любим. Это совершенно гуманная ставка налога. 6% это максимальная, если вы с юристами работаете. Ну, 4% для тысячи. 4% если вы продаете вот то, о чем мы говорим про Инстаграм и так далее. Да, не такие уж деньги. Кроме этого, касаемо рисков. Касаемо рисков, да нет, ну кому нравится сидеть в тени, да, и вот думать, не схватят ли завтра меня и что-нибудь не случится, то как бы ради бога. Это совершенно не сказки о том, что налоговая стала проводить контрольные закупки в социальных сетях, да, когда налоговые инспекторы под видом обычного пользователя приобретают товары либо услуги в сети и затем предъявляют, значит, правонарушения в виде незаконно предпринимательства. Вы встречались с такими делами уже? Я встречался лично с такими делами, с людьми, которые от этого пострадали. Поэтому я и говорю, что это реальная практика, да, я просто видел об этом там в СМИ, но так как сам не встречался, мне было сложно оценить. Но это реальная практика. Это реально действительно так. А как вы считаете тогда, особенно учитывая, что это реальная практика, да, когда сейчас начинают проверять, ну, теневых физических лиц, да, в бизнесе таком малом, а насколько, ну, сам вот этот теневой бизнес скромный сейчас побежит активно скачивать программку, точнее пойдет скачивать, да, и устанавливает? Знаете, я думаю, что, ну, скажу так, самые прогрессивные, наверное, пойдут, но общая тенденция, она примерно такая, все, многие, да, вот я с клиентами даже общаюсь, естественно, с теми, часть из них являются и теневыми бизнесменами, что уж тут, да, таить, но общая тенденция, она примерно такая, все бы хотели, но опасаются, потому что непонятно, что с этим, как-то больно, сладко все это выглядит. То есть просто зарегистрируйся, просто плати, ничего от тебя не надо, и есть мнение, что дальше будут то ли тиски зажимать, то ли усложнять, и поэтому, я думаю, что повально никто не побежит, люди посмотрят, как это будет работать, год, два, все-таки еще маленькое, достаточно время прошло. И потом, когда, если люди убедятся в том, что это действительно стабильная существующая система, очень многие зарегистрироваются, я думаю, в этом статусе. – Подскажите тогда сразу, вот с этим блоком, да, с самозадятыми, как юрист, а из практики, с которой вы уже столкнулись, чем, собственно, страшно вот это пребывание в тени, когда начинаются проверки и так далее? Ну, то есть реально, что потом никак человеку не помочь, да, если к нему пришла налоговая инспекция? – Ну, здесь, вы знаете, последствия различные, в зависимости от того, какой деятельностью человек занимается, да, – Ну, с чем вы сталкивались? – Реализация там товаров и так далее. Но в общем, да, риски какие? Это штрафы, да, это конфискация товара, который реализует человек, да, то есть это существенные имущественные потери для того, кто ведет бизнес. – То есть хобби может обернуться серьезным процессом. – Да, а если мы говорим действительно о бизнесе, ну, так, в формате хобби, так скажем, да, то, не знаю, там, доход в 30-50 тысяч рублей в месяц, пусть даже, да, может обернуться большими потерями, и человек может потерять, что он там заработал за год. Да, мне просто в данном случае непонятна целесообразность. – То есть вы, как юрист, сейчас положительно оцениваете инициативу государства и всех самозанятых вывести из тени, вот, да, в такой простой механизм? – Я ее положительно оцениваю именно в том ключе, что я всегда придерживался мнения, да, что находиться в тени, ну, это как бы, если уж совсем какая-то крайняя необходимость, да, но данный механизм я положительно оцениваю прежде всего потому, что он крайне прост. Он не создает человеку никаких сложностей. Нужно один раз сделать там набор действий, да, и больше ничего от человека не требуется, никакой отчетности и так далее. Я давно, на самом деле, говорю о том, что и для индивидуальных предпринимателей наше государство давно уже могло бы отменить все формы отчетности, которые они обязывают делать предприниматели. – Ну, по идее, сейчас все могут перейти на вот эту простую схему. – Ну, безусловно, но там есть ограничения и по выручке, да, то есть у нас не больше двух миллионов в год и так далее. У нас есть индивидуальные предприниматели, которые существенно больше. – Да, понятно, да, да, там еще ограничения, действительно. Хорошо, вы пока довольны используя приложение? – Пока да. – Как самозанятые. – Да, первый рабочий день нового года я доволен. – Да, вот, Сергей вот уже живет по-новому, как самый занятый в 2020 году. – Хорошо, скажите, пожалуйста, а готовы ли вы пользоваться электронными трудовыми книгами, как юрист, самозанятый? Теперь ведь и это возможно, мы теперь можем выбирать бумажную, я хочу, пока еще можем выбирать, либо электронную. Вот расскажите, что это за история, зачем вообще? – Ну, это, я думаю, продолжение общей тенденции, да, перехода на электронные носители, в принципе, уменьшение бумажного документа оборота. Пока мы можем выбирать, а с 2021 года, кто начинает свою трудовую деятельность, уже не смогут выбирать, у них будут только электронные трудовые книжки. Я к этому отношусь, знаете, так, с одной стороны, я приветствую все новое, и, да, вот переход в какой-то электронный такой вид, с другой стороны, у меня всегда переживание, а если все это накроется, тогда что? То есть, где хранятся вообще все эти данные, да? И, ну, в силу своей профессии, да, я это сразу оцениваю критически, с той точки зрения, что если действительно данные будут утрачены, а они существуют в электронном виде, да, то как их потом восстанавливать, не очень понятно. Но в целом я это оцениваю положительно, потому что на сегодняшний, это, во-первых, повышает скорость обмена информацией, это повышает защищенность работников, потому что работодатели ежемесячно, да, обращаю внимание, должны передавать будут в пенсионный фонд информацию о трудовой деятельности каждого работника, о перемещениях, увольнениях и так далее. Работник вместе с тем получит возможность контролировать, да, свой вообще статус, ведь не скажу, что очень часто, но встречаются случаи, когда человек работает, оказывается, он никак не оформлен, да, пока работник не запросит информацию, например, об отчислениях в пенсионном фонде. Поэтому это даст дополнительную возможность самим работникам. Много ли сейчас вообще в вашей практике дел, связанных с трудовым кодексом, касаясь тех же трудовых ктижек? Вот эти вот странные случаи, когда оформлены, оформлены. Знаете, оно примерно одинаковое, это количество этих дел, и, к сожалению, оно не уменьшается, и связано оно скорее с желанием работодателей, просто незаконно уволить или с меньшими издержками для себя уволить сотрудника. То есть, а здесь электронные все-таки позволят нам тоже дополнительно заходить, как-то свободно проверять, контролировать. Это не даст возможность работодателю, да, каким-то образом, ну, скажем, изменять ранее созданные документы, как минимум. Дополнительно. И поэтому это дополнительная защита для самого работника. Хорошо, далее мы пройдемся по законам, их еще много, но после анонсов оставайтесь с нами. Обсуждаем новые законы с Сергеем, юристом в студии 1. А с госномерами давайте разберемся. Там как-то тоже много нюансов возникло. Во-первых, я так понимаю, я больше не могу, купив в салоне автомобиль, просто выехать без номеров и потом там через день-два их оформить. Но могу их купить прямо в салоне. Да. Поясните, пожалуйста, что тут у нас теперь поменялось? Все упростилось, я бы сказал, да. Теперь, купив автомобиль в салоне, вы можете прямо там поставить его на учет. Действительно, вы не имеете права осуществлять движение на автомобиле без установленной государственной региции. Совсем. Теперь совсем нельзя. То есть запомнили, нельзя ехать без номеров вообще. Приходите в автосалон, и из автосалона вы должны уехать на автомобиле с государственными номерами. За эту прекрасную услугу я могу заплатить фиксировано 500 рублей. Да, по-моему, 500 рублей. Сейчас точно не помню установленный тариф, но я думаю, что это будет стоить дороже. Это главное, что я запомнила, потому что у меня тут же возник вопрос, а зачем нужен этот закон? Зачем вот его ввели? Ну, на мой взгляд, это правильный закон, целесообразный. Потому что мне всегда, например, было странно и как автолюбителю, и как юристу, зачем людей собирать в каких-то специальных местах для того, чтобы выдать им государственные номера. Но теперь-то за них еще заплатить надо? Так и раньше тоже нужно было заплатить. Раньше это была тоже платная услуга. Но я понимаю, когда я за нее хотя бы плачу органам выдающим эти номера, а тут в автосалон. Автосалоны будут включены в специальный перечень уполномоченных организаций. То есть на самом деле, раньше вы платили государственному органу, который предоставлял вам государственную услугу. Теперь предоставление этой государственной услуги делегировано коммерческим организациям. Было бы справедливо, что и там, и там вы получали эту услугу, и она сохранит принцип платности. Другой вопрос, сколько она будет стоить. На сегодняшний день установлен этот тариф 500 рублей. Но я не исключаю, что будут найдены способы существенного удорожания этой услуги. В зависимости от того, какой номер. Какой номер, у нас есть официальная инициатива по продаже красивых номеров. Это отдельная будет история. Я думаю, сколько стоит автомобиль и в каком автосалоне вы будете это делать. Это мои личные умозаключения. Посмотрим, как на практике это будет выглядеть. Все-таки сегодня первый рабочий день, еще пока сложно что-либо. Еще не сталкивались с нарушениями в этой области. А какие могут быть здесь нарушения законов? Вот, казалось бы, простой механизм. Теперь номера можно приобрести сразу в автосалоне. Более того, их обязательно придется там приобретать. Нет выбора. Нельзя выезжать без номеров. Какие есть подводные здесь юридические камни? Я не думаю, что это область такая емкая с точки зрения нарушений каких-то. Здесь я бы скорее отметил возможный риск получить, скажем так, какие-то, может быть, поддельные, нестандартные номера. Все-таки потому что государственный регистрационный номер, ну это как паспорт у человека. То есть насколько это будет жестко контролироваться, ну я думаю, что здесь контроль не будет ослаблен с точки зрения со стороны специальных органов. Иначе это будет, ну это просто создаст хаос, да, создаст хаос в принципе на дороге. Поэтому вот какие-то такие, но это, на мой взгляд, совершенно криминальные. Но эта система еще как-то не работает. То есть пока у нас здесь сложно оценить, да? Так пока еще ничего никто не купил, да, фактически. Если кто-то сегодня покупал автомобиль или не купил, мы спросим. Нам об этом, пожалуйста, было бы интересно. Нам об этом расскажут, как это. И за сколько, самое главное. За коррозию могут штрафовать, вот номера там с ржавчиной, чем-то таким. Что это вообще такое? Ну здесь немножко как бы, да, давайте я, действительно, вот тут, наверное, надо разъяснить, потому что средства массовой информации достаточно так активно распиарили. Спасибо. Изменения очень косметические, я бы сказал. Значит, раньше существовал порядок, что если у вас на автомобиле в результате каких-то причин, так скажем, коррозии, да, преднамеренного какого-то, каких-то действий, нечитаемый ВИН-номер, то что происходило? Сотрудник ГИБДД выявлял это обстоятельство, и дальше автомобиль направлялся на криминалистическую экспертизу. Для того, чтобы она сказала, это преднамеренно было сделано, то есть, проще говоря, автомобиль угнанный, перебиты номера и так далее. Либо это естественный износ, воздействие и так далее. Если эта экспертиза говорила, что нет криминального следа, здесь никакого нет, автомобиль чистый, соответственно, дальше производились регистрационные действия, которые ранее планировались. Что сейчас предлагается? Сейчас предлагается ровно то же самое. Только после проведения экспертизы на автомобиль будет нанесен новый ВИН-номер, предусмотрено постановление правительства различные способы его нанесения, там есть и печать, и выдавливание, и так далее. После чего владельцу будет выдано новое свидетельство, технический паспорт на автомобиль, где будет сделана соответствующая отметка. И вот за это нужно будет заплатить штраф. Сколько, опять же, это будет стоить, так же, как в аналогичном, мы с вами обсуждали, совершенно непонятно. Эксперты говорят, что стоимость может варьироваться вплоть до 20 тысяч рублей. И я не думаю, что эта услуга, эта возможность станет популярной среди автолюбителей. Что греха таить, на сегодняшний день много автомобилей, в которых ВИН-номера плохо читаются. Как решается этот вопрос? Это тема отдельного обсуждения, но тем не менее, я не думаю, что люди, у которых нечитабельный ВИН-номер, сейчас обрадовались и побежали его восстанавливать. То есть это как раз такой ход борьбы с теневым рынком автомобилей. Ну, это скорее, да, это, наверное, отчасти попытка борьбы, но вот это как раз-таки изменение, на мой взгляд, совершенно не добавляет никому радости. Ну, оно совершенно косметическое, я не знаю, зачем оно. Так вот, ну, то есть мы только предполагаем. Нет, я имею в виду, что, ну, как бы зачем, да, оно мотивируется как-то, но реального его воздействия какого-то, да, я не вижу. То есть я себе сразу это представляю так, что теперь, получается, мой автомобиль могут остановить просто так, да, и посмотреть, насколько там хорошо читается. Тут же тоже сразу вопрос, а кто будет вот эту читабельность и как оценивать? Ну, много нюансов, на самом деле. Здесь очень много нюансов, и все-таки самый частый случай, да, когда выявляется нечитабельность ВИН-номера, это совершение регистрационных действий. Когда вы машину продаете, да, там, дарите и так далее. Это вот 99% случаев это такие ситуации. Конечно, могут остановить, да, там, когда... Ну, вот и опять же, вроде бы, с 1 января это закон, который действует. То есть я завтра иду и могу столкнуться с... Еду, да, хорошо, в данном случае, могу столкнуться с этой проблемой. А механизма нет такого ясного еще. Я не могу сказать, есть он в плане, работает он или нет. На бумаге он существует. То есть, да, и если вы даже сейчас пойдете, то механизм-то понятен, да. Он может быть непонятен или не до конца проработан с того момента, а что дальше делать, когда экспертиза скажет, что автомобиль не криминальный, с ним все хорошо. То есть, да, изменения с этого места вступают. То есть дальше вам должны теперь нанести новый ВИН-номер. Кто будет наносить, как будет наносить. И зачем он не нужен, если... Ну, вот пока не, пока это не очень понятно. Нет, зачем-то он... Я имею в виду, если его и так видно, но не так хорошо видно, как хотелось бы теперь по закону, да. Ну, все-таки вопрос, да, нечитабельность. Да, и все... Ну, действительно, если мы посмотрим реальные примеры, то есть ВИН-номерат, ну, извините, там просто дыры, да, в железе, и невозможно прочитать, просто отсутствует кусок. Порой так бывает. Вопросов нет. Мне кажется, самые главные изменения сейчас в сфере недвижимости произошли. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но довольно сильные изменения связаны с налогообложением при первой продаже. Значимые изменения, соглашусь здесь с вами. Первое, да, оно заключается в том, что теперь для того, чтобы доходы выручены от продажи единственного жилья не облагались налогом, нужно им владеть всего три года. А было раньше? Было пять лет. Когда-то совсем давно, кто там, да, помнит, было те же три года. Потом срок был увеличен до пяти лет. Сейчас он вновь снижен до трех лет, но с единственным исключением. Если объект недвижимости на момент продажи является единственным в собственности у продавца. И тогда денежные средства, вырученные от продажи такого объекта, налогом облагаться не будут. Из вашей практики, насколько это необходимый, важный был закон? Я не скажу, что прям он был настолько важным, ну вот, да, то есть какого-то критического уровня важности, но это правильный, на мой взгляд, закон, потому что зачастую, особенно сейчас, когда несколько лет подряд увеличиваются темпы выдачи ипотеки, люди пытаются улучшить свои жилищные условия, чему способствуют и там программы материнского капитала и прочее, прочее, да. Часто возникают ситуации, когда семья купила квартиру, а через полтора года появилась возможность ее продать, обменять или что-то изменить. А при продаже этого объекта недвижимости получается, что они должны заплатить налог. Были возможности, конечно, не платить налог, но легально, я имею в виду, показать свои расходы на приобретение и так далее. Сейчас не буду в детали вдаваться, но очень часто у людей возникает ситуация, когда недавно купленная квартира, да, и ее хотелось бы продать не с точки зрения наживы какой-то, да, а с точки зрения улучшения своих условий. Для этого, для этих случаев, я считаю, закон правильный, и он не дает возможности для злоупотребления, он как раз содержит в себе, да, определенные ограничения в том виде, да, что квартира должна быть единственной. То есть это не будет касаться тех, кто покупал квартир, да, там, для того, чтобы заработать на стадии котлована, как там раньше, да, активно делали, а потом решил их продавать. Понятно. Ну, то есть тоже вроде бы хорошая перемена такая. И опять же, что касается недвижимости, поясните, пожалуйста, говорят, теперь сделки будут безопаснее. Вот что имеется в виду? Давайте объясним. Я думаю, говорят об этом, имея в виду изменения с 1 января, которые заключаются в том, что в случае, что теперь добросовестным приобретателем будет признаваться лицо, совершившее сделку, и при этом основывающий свою, как бы, правоту при совершении сделки на данных единого государственного реестра. Проще говоря, если лицо, да, если человек совершал сделку, например, по покупке квартиры, он получил надлежащим образом выписку из единого государственного реестра, где было все хорошо, никаких ограничений, либо иных обстоятельств, которые должны были его смутить. И в последующем будет установлено, что, например, продавец мошенническим способом получил эту квартиру, не мог он ее продавать или еще что-то, да. Наш покупатель судом будет признан добросовестным, потому что он совершил все необходимые действия для того, чтобы обезопасить себя. Ну хорошо, квартиру у него заберут, но компенсируют? Установлен именно запрет на изъятие этой квартиры. И еще один момент. То есть не заберут? Нет. Другим, проще? И еще один момент, который хотел бы отметить, это касается и случаев, когда граждане получают квартиры по безвозмездным сделкам, приватизация. В Петербурге у нас, слава богу, это не очень как бы... Если очень лаконично. Если очень лаконично, если при приватизации были нарушены процедуры, человек при этом не пострадает, квартиру у него забрать будет нельзя. Все, то есть теперь можно спокойнее спать в своих домах, по крайней мере, большому количеству граждан. Еще из такого милого, туалеты на вокзалах будут бесплатными. Об остальных законах я вам рекомендую почитать. Самостоятельных действительно очень много, и каждого касается вам, возможно, потому что там и про матерей, и про пенсии, и так далее. Спасибо вам огромное за эту консультацию. У нас в гостях был Сергей Пирогов, юрист. Меня зовут Анна Рудикова. Увидимся завтра. До встречи.